Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Синий йод. Применение, приготовление, противопоказания. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Учитывая ту огромную роль, которую выполняет микроэлемент йод в организме человека, ученые всего мира начали искать возможности, как более широко начать использовать уже имеющийся 5-процентный раствор медицинского йода для лечения внутренних органов. Ввиду того, что в состав медицинского йода входит спирт и другие токсические вещества, использовать такой йод для внутреннего потребления было опасно. Выход из сложившейся ситуации нашел петербургский ученый и врач Владимир Ануфриевич Махнач, добавивший крахмал к йоду. В результате такого соединения получилось новое вещество, окрашенное в синий цвет, которое нейтрализовало действие спирта и других токсических веществ, содержащихся в медицинском йоде. Так появилось название «синий йод». Йод, включенный в молекулу высокополимерного крахмала, сохраняет полностью свои антимикробные свойства. Кроме этого, такой молекулярный йод действует более мягко на микрофлору в желудочно-кишечном тракте ввиду того, что крахмал обволакивает язвы. Таким образом, создается защитный слой, который способствует быстрому излечению. Лечебные свойства синего йода Свойства синего йода аналогичны медицинскому йоду. Однако он обладает более широкими возможностями использования для лечения от различных заболеваний по сравнению с элементарным йодом. Так, синий йод широко используют для лечения от инфекционных заболеваний дизентерия, понос, отравления, танзелит, стоматит, конъюнктивит, для лечения рана и ожогов, колитов и энтероколитов, язвы желудка. Кроме этого, синий йод способствует нормализации высокого и низкого кровяного давления, понижает уровень вредного холестерина в крови, в результате чего улучшается эластичность и проходимость кровеносных сосудов. Синий йод применяют в качестве успокоительного средства, благодаря его седативным свойствам. Синий йод. Приготовление и хранение. Для приготовления синего йода вам понадобится стакан емкостью 200 мл, 1 чайная ложка картофельного крахмала, 1 чайная ложка сахара, аптечный 5% раствор йода и несколько кристалликов лимонной кислоты. Налейте в стакан четверть от объема теплой воды, около 50 мл, и разведите в ней 1 чайную ложку картофельного крахмала, 1 чайную ложку сахара и несколько кристалликов лимонной кислоты. И еще раз все перемешайте. Приготовьтесь варить кисель. Скипятите 3 четверти стакана воды до 150 мл и влейте в полученный кипяток приготовленный раствор крахмала. Полученный кисель охладите до комнатной температуры. К охлажденному киселю добавьте 1 чайную ложку аптечного 5% раствора йода. Перемешайте. Раствор моментально окрасится в синий цвет. Синий йод, приготовленный таким способом, свои лечебные свойства сохраняет, пока имеет интенсивный синий цвет. Лимонная кислота способствует длительному хранению такого лекарства. Но хранить готовый синий йод надо в холодильнике. Синий йод применения. Калит. Это заболевание характеризуется вздутием живота, поноса, болью, небольшим повышением температуры, тошнота. Причиной такого заболевания могут стать болезнетворные микробы, воспаление в поджелудочной железе или желчном пузыре. Лечение необходимо начинать с первого дня заболевания, начиная пить синий йод дробными порциями, чайными ложками. В течение 8 часов можно выпить 200 грамм данного лекарства. Такое лечение продолжают, пока симптомы болезни не уйдут. Не бойтесь передозировки. При отравлениях и поносе обычно выпивают 20 чайных ложек в течение дня. При энтеробиозе, глистной заболевания, синий йод принимают натощак в количестве 70-100 мл. Курс лечения 7 дней. Язву желудка лечат синим йодом путем приема его в довольно большом количестве перед употреблением пищи. Обычно за сутки выпивают около литра раствора за 3-4 приема. Курс лечения длится от 3 до 5 дней. Лечение угрей. Угри смазывают синим йодом, а также обычно перед сном делают примочки на 10-15 минут. Лечение трофической язвы. На поверхность язвы накладывают трехслойную марлю, смоченную в растворе синего йода, а поверх сухую салфетку. Все это фиксируют сухим бинтом. Через 12 часов старую марлю заменяют новой с новым синим йодом. Такие перевязки делают, пока не перестает выделяться гной. Обычно курс лечения составляет 15-30 дней. Сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность возникает из-за слабости сердечной мышцы, миокарда. Ослабленная мышца не будет продвигать кровь с достаточным давлением. В результате такого заболевания возникает отдышка при физической нагрузке, неестественно синеватый оттенок кожи на кистях рук и ступнях ног, болевые ощущения в области правого подреберья, учащенное сердцебиение. Сердечную недостаточность с помощью синего йода начинают лечить путем употребления небольших доз. Первая доза синего йода составляет 1 чайную ложку в сутки через 30 минут после еды. Если не возникает никаких побочных эффектов, то на третий день дозу увеличивают до 3 чайных ложек. Курс составляет 5 дней. После этого делают перерыв на неделю. Обычно проводят 2 курса с перерывами. Тромбофлебит. Заболевание сосудов вен, при котором образуются сгустки крови, тромбы, называют тромбофлебитом. Синим йодом лечат, как и сердечную недостаточность. Лечение простудных заболеваний и гриппа. При сильном кашле на ночь выпивают стакан раствора синего йода и воды в пропорции 1 к 1. Также таким раствором промывают носовые глотки путем закапывания с помощью пипетки. Полощут горло не менее 3 раз в день. Стоматит. Это заболевание слизистой оболочки полости рта. Лечение синим йодом заключается в полоскании полости рта раствором синего йода и воды в пропорции 1 к 1. На пораженные участки кладут марлевые компрессы, смоченные раствором синего йода. Конъюнктивит. Воспаление наружной слизистой оболочки глаза. Лечит конъюнктивит следующим образом. В начале готовится раствор синего йода с дистиллированной водой в пропорции 1 к 10. Закапывается по 2-3 капли на нижнее веко. Обычно к утру заболевание проходит. При запущенной болезни понадобится 2-3 дня для такого лечения. Синий йод – противопоказания. Синий йод нельзя применять вместе с раствором марганцовки, серебряной водой. Также нельзя сочетать его с искусственными химическими лекарственными препаратами. Противопоказано применять синий йод женщинам во время месячных. При удалении щитовидной железы или приемом тироксина – гормона щитовидной железы – синий йод принимать противопоказано. Также необходимо заметить, что синий йод нельзя употреблять долгое время, иначе возникнет привыкание и будут утеряны лечебные свойства синего йода. Поэтому требуется четкий контроль чистоты и количества принимаемого средства. Желательно не принимать его без необходимости. Под наблюдением врача синий йод применяется малыми дозами при заболевании тромбофлебитом, онкологических заболеваниях и СПИДе. Благодарю вас за просмотр! Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео!